Всем привет! Агент Туха на проводе и прямо недавно вышел тизер новогоднего обновления. Что же это означает? Это означает то, что мы еще на одну ступеньку ближе к новогоднему обновлению. И прямо сегодня я вам расскажу точную дату новогоднего обновления. Но ребята, если вы ждете обновления, а я знаю, вы его по-любому ждете прямо сейчас, прожмите огромный лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! Вам всем интересно, когда же выйдет обновление, ребята? Так вот, никогда. Ха! Ладно, шучу. Обновление выйдет очень скоро, гораздо ближе, чем вы можете ожидать. Сейчас мы разберемся с этим поподробнее. Так, ребятки, не пугайтесь, это официальная группа Аксельболт ВК. Так вот, в прошлом году, ровно в прошлом году, трейлер обновления вышел 18 декабря. В этом же году он вышел на один день раньше, он вышел 17 декабря. Окей, давайте посмотрим, а когда же вышел трейлер обновления 2020 года? Погнали листать вниз. Ну а вот конкретно, поздно в прошлом году, трейлер обновления вышел 26 декабря. Что же это означает, спросите вы у меня. Это означает, что Аксельболтам нет никакой закономерности, у них все выходит рандомно и максимально через... ...попу. Ну а теперь поговорим не про выход трейлера, а конкретно про выход самого обновления. Так вот, два года назад обновление вышло 2 января. Просто прикиньте, новогоднее обновление вышло после нового года. Ха-ха-ха. Блин, смешно аж. Ну а прямо сейчас просто будет шок-контент, потому что в прошлом году... ...новогоднее обновление вышло на неделю раньше нового года. То есть 23 декабря. То есть это означает, что если разработчики, как обычно, не провтыкают по срокам, а учиться на то, что они трейлер выпустили на один день раньше, чем в прошлом году, то, скорее всего, это новогоднее обновление может выйти даже 20 декабря. То есть может выйти уже вот-вот-вот, прям-прям-прям скоро. Ну а теперь очень важный вопрос, который всех интересует. Кентуха, а что же будет в этом новогоднем-то обновлении? Вот что прям 100% прям инфа-соточка. Для того, чтобы узнать, что будет прям 100%, нам надо просмотреть тизеры новогоднего обновления. Значит, скоро уходит обновление, а у тебя нет голды? Братан, ну ты серьезно? Ничего, не переживай. По ссылочке снизу есть халявный промик на халявную голду. Но это не все. Также на Бултропчике есть режим сапера, на котором ты просто нажимаешь на нужные клеточки и зарабатываешь очень много голды. Поверь мне, это очень легко. Все нужны ссылки снизу, ну а мы идем к тизеру. Ребят, вы не переживайте, мы весь тизер пересматривать не будем. Я вам покажу только самые главные, самые интересные и самые секретные фишки этого тизера. Хух, поехали. Первый, это новые скины из новой коллекции. Ребята, посмотрите на эту сосочку. Это новая эмочка. Знакомьтесь. Также, помимо новой эмочки, я точно знаю то, что добавят новые тычки. Сейчас покажу. Да-да-да, вам не показалось. Это новые тычки Градиент. Я думаю, их будут называть Пиксель Градиент. Почему именно так? Ну, посмотрите, как они выглядят. Я думаю, других названий даже на ум вам не приходит. Опять же, это новые тычки с новой донатерской коллекцией. Ну, а как же будет называться сама коллекция? Сейчас, 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 все будет. Хот, винтер, патти. Если бы вы не прогуливали английский, вы бы знали, что это означает горячая зимняя вечеринка. Максимально странно какая-то горячая зимняя вечеринка. Вообще взрыв мозга. Также, смотря тизер, вы, наверное, видели этого старого пердуна. Так вот, ребята, я вам скажу так. Во-первых, это Санта-Клаус. Хотя, я думаю, уже все и так поняли. А, во-вторых, это новый загрузочный экран. То есть, когда вы будете сходить с сендовчик, у вас будет именно вот этот дед, который сидит на ледяном троне, появляется на заставке. Что же касаемо даты обновления. Даже сами разработчики нам намекают, что точно даты обновления просто не существует. Вы посмотрите, что они написали. Вот, смотрите, это дата обновления. 12-е, 2022-е. И, 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 дэй, знак вопроса. Это означает, что они сами не знают, в какой день они выпустят обновление. А знаете, почему они не знают? Потому что они не знайки. Ха! На самом деле, они не знают, потому что проверка в Google Play занимает от одного часа до трех дней. И это максимально всегда происходит рандомно. Братва, внимательно посмотрите, что же вы тут видите. Да, помимо меня. Помимо меня, вы видите тут старые новогодние скины и отсылки к старым новогодним режимам. То есть, это, я не помню, как назывался режим, там бластерами, пух-пух-пух, и всех мочишь. Это, ребята, те самые эльфы, которые были в прошлом году. То есть, тут мы видим отсылки к старым новогодним режимам, к старым новогодним скинам. Это М40 Винтерспорт. Ой. А, ну да, М40 Винтерспорт, все правильно сказал. Так вот, я так думаю, что это добавили не просто так. Это отсылка к тому, что в этом году будет микс всего этого. Будет микс новогодних режимов со всех прошлых годов. Как же это прикольно. Но прямо сейчас будет, наверное, самый важный, самый ключевый момент. Вы уже все догадались. Не, это не бросание кубиков. Это то, что кубики упадут на карту Сэнстоун Сэдьярдс. Она замерзнет. И это означает, что карта Сэнстоун и карта Сэдьярдс изменят под зимнюю стилистику. Вы спросите, где ТПК? А как же это будет выглядеть? Почаны? Я вообще все-все-все покажу. Это будет выглядеть примерно вот так. А то, как это, конечно, карта не Сэнстоун. Я специально ее не показываю, чтобы у вас была интрига. И вы все ждали новогоднее обновление. Это новогодняя Сакура. Как же это красиво, ребят. Просто посмотрите. Сразу появляется новогоднее настроение. Сразу хочется зайти поиграть. Кого-то замочить. Опять же карта Раст. Опять же карта Сакура. И я вам скажу только одно. Я жду. Я жду. Просто прикиньте. Вы с вашим другом заходите. У вас каникулы. Нету школы. Вы начинаете играть. Какой же это кайф. Это, ребята, карта Вилочки. Какие-то сосульки свисают. Все свисает. Ёхан и бабай. Это, опять же, карта Провинция. Снеговики. Ёлки. Вау. Эта карта Провинция. Это нечто невероятное. Потому что это очень круто выглядит. И самое главное. Это дарит дух Рождества. Дух Нового Года. Блин. Ну, наверное, дух Нового Года больше всего дарит каникулы на Новый Год. Так, ребята, вопрос к экспертам. Ну, то есть к вам. Поэтому, пацаны, чтобы все написали комментарии. Я реально прочитаю. Без кидала. Смотрите. Снеговичок берет кубик. И у меня вопрос к вам. Кто это? Это ссылка к чему? Это кто такой снеговик? Вы в солнцезащитных очках? Вы чё, со сном ехали? Это вообще адекватно? Или чё? Я, конечно, всё понимаю. Разработчики. Вы под чем были, когда вы это придумывали? Вот, пацаны, кто не напишет комментарий? Да, грибажуй. И пепа. Потом все написали. Я буду считать, тем более. Ну, а прямо сейчас вам покажу самую лучшую реализацию новогоднего обновления. Что же мы тут видим? Первый я вижу новогодний, новый интерфейс. И я вам скажу так. Да, он тёмный. Да, он немножко стрёмный. Но, тем не менее, было бы круто, если бы разработчики добавили разнообразие. Что я вот хочу выбирать интерфейс. Хочу выбирать второй интерфейс. Было бы реально прикольно. Так, а чё это? А это наш инвентарь? Не-не, я скажу честно, я категорически против такого инвентаря. Но зато мне очень сильно нравятся эти перчатки. Потому что они прикольные. О, рамка! А знаете, для чего это рамка была? Это рамка была для аватарки. Чтобы вокруг вашей аватарки была прикольная, крутая рамочка. Гифтбокс. Мама дорогая! Это же Кэр Легионер. И этот скин, по идее, может выпасть с лово гифтбокса. Пожалуйста, разработчики, я вас замоляю. Добавьте новый гифтбокс. Ну, реально, ну, не хватает. Это у нас М9 Пайонет Легионер. Что я могу сказать? Ну, если честно, он какой-то стрёмный. Мне гораздо больше нравится М9 Пайонет Драгон Глэс. Кстати, да, я его сейчас продаю. Потом, пацаны, кому надо, можешь купить на рыночке. Шанс на выпадение арканы 2%. Кстати, это очень крутой шанс. Ивент итем. А, это какой-то мега редкий предмет. И шанс на выпадение 0,7%. Так, ну чё. Мы открываем новогодний гифтбокс. И на выпадает Акар Легионер! Лайк за это. Просто прожмите лайк. Вот, прикиньте, вот, чисто у вас был бы Акар Легионер. И больше ни у кого. Это было бы очень классно. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим на трейд. Кстати, да, разработчики очень давно обещали твой трейд. И прямо сейчас мы посмотрим одну из лучших реализаций трейда. Блин, я не верю своим глазам. Это реальный трейд. То есть слева вы выбираете тот скин, который вы хотите выставить. Справа человек выбирает количество голды, которое он готов отдать за этот скин. Вау, это очень прикольно. И снизу справа мы видим чатик. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть, смотрите, мы выставляем раз, два, три, три скина. Нажимаем зафиксировать. Дальше мы ждем, чтобы покупатель нам предложил голду. И после этого происходит обмен. Разработчики, умоляю, добавьте обмен. У меня уже горит, когда мои подписчики бывают скины вместо меня у фейков. Пожалуйста, добавьте обмен. Умоляю, ради семьи. Так, нажимаем кнопочку подтвердить обмен. И, по идее, обмен успешно завершен. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это крутяк. Что же я могу вам сказать касаемо новых режимов. То есть, 100% будет, ребята, новый режим. Там, где будет Санта. Возможно, это будет что-то подобие Джиггернаута. Также, скорее всего, ребята, будет режим, который вы будете снежками мочить у ваших противников. То есть, прикиньте, насколько же все эволюционировало. Я в своем детстве проснулся реальными снежками. А сейчас ты захочешь свою любимую игру в стендовчик. И просто бросаешь снежками в противников, в своих друзей, в кого угодно. Как же это круто. Также тут елка огромная, куча подарков. Уважаемые разработчики, если вы подарите реальный гифбокс, я свой термин голд кому-то отдам. Отвечаю, просто отдам бесплатно. Ну, а прямо сейчас будет просто максимально угарная штука. Это ключевые планы на 2020 год. Вы скажете, в кем ты ПК? Ты, чем, в сосну уехал? Сейчас 2024-й. Алло, гараж. А, стоп, 2023-й. Так вот, ребята, давайте посмотрим, что же за эти три года разработчики из их ключевых планов добавили. Первое. Переход на сезонную модель соревновательного режима. Это то, что есть в первой сезоне, второй, третий, четвертый. Да, тут разработчики красавчики. Масштабное обновление анимации третьего лица. Это, как я понимаю, наблюдатели. Да, разработчики красавчики. Реально добавили карты. Изменили все карты. Реально молодцы. Развитие кланов. Тоже нереально молодцы. И, блин, разработчики красавчики. Переход на сетевую архитектуру клиент-сервер. Блин, ребята, они уж обещают, походу, лет пять перейти на клиент-сервер. Что такое клиент-сервер, я рассказывать не буду. Я вам скажу только одно. Это будет гораздо лучше для игроков. И самое главное, для киберспорта. Потому что, ребята, не будет рассинхрона. Мастерская. Блин, это был бы полный разнос. Потому что мастерская это то, что любой из вас может добавить свою карту. Просто, прикиньте, я бы добавил бы карту под названием Пеппа. Или добавил бы карту, там где одни грибы. И пригласил бы Тик-Так на ней поиграть. Дальше обмен. Обмен не добавили. Знаете, почему не добавили скале? Потому что вот много скамеров. Ну что же, уважаемые подписчики. Прямо это секунду. Прожимайте лайкусик. Обязательно подпишитесь. Реально, по-братски подпишитесь. Напишите любые хорошие комментарии. Будущие комментарии. И по-братски. На мой телев подпишитесь. Братва, ссылочка снизу. Там все инфа про мою жизнь. И на инстаграмчик подпишитесь. Там вообще, я прям все снимаю в режиме реального времени. Все почти на всех обнял, приподнял. Все удачки. Всем пока.